Здоровья единомышленники! Мы продолжаем наши видеоуроки. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели работу со стихией воды. И сегодня мы продолжаем рассмотрение этой темы на примере других освобождений. Если мы в прошлый раз рассматривали освобождение на захватах задержек, то теперь давайте рассмотрим обхваты, захваты за шею сзади, давайте посмотрим болевые удержания залога, как можно с помощью этого принципа выпивания сил и возврата. Каким образом можно освобождаться от захватов? Давай, обхваты какие-нибудь. Вот смотрите, есть обхваты. Я выпиваю, к примеру, левую руку и отдаю правую руку. Сзади точно так же. Вот выпиваю, отдаю. Еще раз посмотрите. Выбиваю двумя точками, к примеру. И теперь мне нужно отдать той точке, которая плотно прижата. Вот спина у меня сейчас плотно прижата. Отдаю спину. Удушаю еще. Посмотрите. Горлом вдыхаю, щекой выдыхаю. Отдаю. Здесь лучше всего вдыхать, конечно, той точкой, которая максимально прижата. Вот вы вдыхаете и тело начинаете выдыхать, отдавать. Вдыхаете горлом. Еще раз. И отдыхаете рукой. Вы не толкаете, вы не пытаетесь что-то сделать с его ногой. Вы просто отдаете ему его силу. Что еще? Болевые. Давайте посмотрим. Вот болевой. Видите, меня сняли с опору. Сейчас уже дальше будет бросок практически. Я выпиваю и я становлюсь мягким и отдаю другую руку. То есть если на пальцы можно посмотреть. Еще раз пальцы. Вот выпирает. Вот степень свободы выбрана в пальце. После выпивания силы я становлюсь мягким. Сам болевой уходит. Потому что нет жесткости в моем теле. А раз нет жесткости, нечего ломать. Невозможно ломать воду. То есть так же любые болевые держания, всякие разные. Вот он, болевой. Вот меня ссадили полностью. Выбиваю точками, которые прижаты. И другую точку, которая появилась. То есть этой точкой выпил, этой отдал. Не получается, смотрите. Выбиваю всеми точками, которые есть. Вот этой точкой отдаю. Чем возможно, тем и отдаю. Вот этот залог. Вот у меня, вот вытащили. Ломают воду. Опять же выпиваю точками. Вот этой и этой, к примеру, выпиваю. Те, которые максимально прижаты. Отдаю вот та, что прижата к нему. Нет. Отдаю. Смотрите, выпил этими точками. И через вот эту точку, которую прижимаю, отдаю. Что еще дает интересная вода? Кроме того, что она дает гибкость, подвижность. Вот посмотрите еще раз. Этот болевой метод. Добавали силы чуть-чуть. Еще, еще, еще. Оп. Посмотрите. Вышли, практически выбрали мои степени свободы. Волтье в суставе. И сейчас уже, в принципе, мне больно. Теперь я по руке пускаю воду. Как шланг. Как по шлангу. Рука расслабилась. Давай, продолжай. Сейчас никакого удовольствия ему нет. Ну, удал. Какое ощущение, что он... А у меня, в принципе, как шланг гибкий гнет, а нет никаких напряжений. И вот точно так же теперь я выгливаю. Отдаю. Что еще хотелось сказать. В принципе, так можно освобождаться абсолютно от всех захватов. Единственное, что... Вот работа в одной стихии применяется в основном только в учебных целях. Работа должна быть комбинированной. Да, в принципе, помните, по-аворку русские медленно запрягают, но быстро ездят. Вот медленно запрягают, очень соответствует стихии воды, а она не быстрая. Есть какой-то захват, неважно. Любой захват, посмотрите, любой захват – это стресс. Вот стресс для меня. Я начинаю выбивать силу, как бы медленно усыпляя ему бдительность, расслабляя его, забирая у него силу. А потом начинаю перехватывать инициативу, отдавая силу. Я добавляю другую стихию. Вот сейчас мы берем немножко огня. Теперь вы можете добавлять много огня, и в конце можете в ролик дать землю, какую-нибудь булыжечку. Вот здесь захват, вы убиваете силу. И вот в конце будет земля. То есть можно, в принципе, делать и две стихии. Земля, может быть вначале вода, потом огонь. Можете просто делать воду, а потом землю. То есть вы вытаскиваетесь. То есть здесь на ваш вкус, на ваш темперамент, на то, какая стихия вам ближе, вы можете ее давать больше. Но с воды, в принципе, очень целесообразно. И, в принципе, с водой это все не закончилось. С водой мы поработаем еще на следующем занятии. Потому что вода, она очень влияет и на наши опоры. Давайте об этом поговорим в следующий раз.